Вьетнамский манго Фестиваль вьетнамской еды и культуры устроили на самой большой гастроплощадке в России Подсолнухи Art&Food Владелец заведения Андрей Ковалев признается Этот праздник национальной кухни и традиции решили провести не только ради выгоды Люди должны общаться И тогда, когда люди будут общаться, будут узнавать друг друга Мир будет жить в дружбе, в согласии Не будет никаких войн, не будет разногласий А вьетнамцев, понимаете, мы исторически связаны Потому что огромное количество вьетнамцев училось в советских вузах Кстати, кое-кто из них здесь и остался Многие владеют русским языком Это здорово Посетители и россияне, и вьетнамцы Кто-то покупает любимые с детства сладости Пончики с начинкой из гороха и кокосовой стружки Наших привлекают немы Маленькие рулетики с креветками или мясом А это любимая еда вьетнамских подростков Кукурузные чипсы и оригинальный молочный напиток Бабл Ти Самая типичная вода для подростков Во Вьетнаме это Бабл Ти Молочный бабл В него входит состав Тапиока Вода это чай, также молоко И если Также мы можем добавить сироп Ну, со вкусом манго, карамельный И так далее Кроме разнообразной еды на фестивале Танцы, музыка, фотовыставка, ярмарка и национальные игры И чтобы полностью окунуться в атмосферу Вьетнама Гостям праздника нужно было только одно Хорошее настроение Алиса Климантович, Сергей Новиков и Юлия Глазкова Новости Большой Азии 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 Новости Большой Азии